В другом крупном торговом центре, но уже на улице Гагарина в Могилеве, фермерская ярмарка. Вообще ярмарки выходного дня в сочетании с гастрономическими фестивалями новая модная форма торговли во всем мире. Например, все голливудские звезд регулярно фотографируют с пучками лука на фермерских рынках. У нас осенние ярмарки обычно проводят по выходным, а новая фермерская будет работать каждый день на протяжении целого месяца. Больше десятка фермеров в Могилевской области предложат горожанам свой вкусный и натуральный товар. Какой, узнавала Илона Иванова. Челы уже готовятся к зиме. Вот такой показ нам устроила семья Довыденко на своей пасеке в деревне Вендорож Могилевского района. Вот нашли мы нашу маточку. Номер 98. У нее на грудке приклеен, дабы ее хорошо видеть. Эта матка у нас племенная. И заметьте, все это делается без специальных костюмов. Буквально голыми руками. Это ячейки, с которых уходит молодая пчела. Видите, какая она спокойная. То есть я спокойно могу положить руку. Ни одна пчела меня не жаль. Мед со своей пасеки братья Довыденко представят на фермерской ярмарке в Могилеве. Они родом из Кричева, но давно живут в областном центре предпринимателей. А вот для хобби купили здание бывшего ФАПа. Устроили здесь пасеку и продвигают свое пчеловодческое дело. В том числе и на канале в YouTube. Теперь на Вендорожской пасеке живут более сотни пчелиных семей. Часть из них путешествует по лугам и полям. Поэтому мед разный и разноцветный. Такие встречаются большие, огромные поля. Прям синева, как говорится, синевокая наша Беларусь. И такие встречаются огромные поля с васильком. И вот такой вот мед получается с василька. Человек покупает по вкусу и кушает на здоровье. Систематически. А для самих пчеловодов самое главное, чтобы людям нравился их мед. Потому что им нравится свое дело. Хобби должно быть приносить счастье. И интересно было идти к этому делу. Картофель нового сорта немецкой селекции. Королева Анна – это ударная продукция фермерского хозяйства Иванова. Из агрогородка Сидоровича Могилевского района. Говорят, что свое величественное название эта бульба полностью оправдывает. Высокую урожайность и качество фермер может доказать прямо на поле с картошкой. Гладкая, нету глазкового, очень довольно-таки удобно чистится. На сегодняшний день где-то урожайность средняя получается на разных участках от 400 до 600 центнеров с Гитлера. Сейчас идет уборка. На фермерских полях планируется собрать полторы тысячи тонн картофеля. Причем королева Анна уже практически распродана. Картошку покупают бюджетные организации региона, а также российские партнеры фермерского хозяйства. Будет она и на фермерской ярмарке. Этот год хороший для всего. И зерновые хорошие, и картофель. Особенно картофель хорошая. Ну и лук вы сами посмотрели, наверное, тоже неплохой. Хороший урожай. И год хороший. Фермерское хозяйство, название которого созвучно с фамилиями фермеров, существует уже 25 лет. Его руководитель Галина Ивановна работал агрономом и хотя уже на пенсии не может оставить любимого дела. А сын Юрий с юридическим образованием тоже взял земли в Быховском районе. Труд не самый легкий, но нужный. Людям в любые времена нужно есть. Этот тезис учли инициаторы фермерской выставки. Розничная сеть Евроопт, которую поддержали Союз фермеров Могилевской области и область полком. В ЕСИТИ, где будет проходить ярмарка, фермерам предоставят необходимое холодильное оборудование для хранения продукции. Хозяйства из Горецкого, Кличевского, Кировского, Кричевского и Могилевского районов гарантируют натуральность продуктов и их качество.